МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, реальная история. Не приходилось чайников снимать со скал. Чем дальше ты уезжаешь, тем лучше. Это не столько путешествия, сколько, наверное, детективное расследование. Всем привет! С вами молодежное ток-шоу «Перезагрузка». Рады видеть вас. Надеюсь, что вы узнали нас. Несмотря на то, что выходим мы в новой студии, в новом формате, у нас новые гости и новые темы. Поприветствуем друг друга, друзья. И наше музыкальное сопровождение от Just City Band. Им тоже аплодисменты. Я неспроста сегодня в компании очаровательного медведя Милоша. Он сопровождает меня практически во всех путешествиях. Очень удобный, эргономичный, дружественный, хороший товарищ в дороге. А знаете ли, вы, возможно, слышали, что в Европе и в Азии повсеместно открываются туристические агентства, которые отправляют в путешествие плюшевых зверей. Сейчас режиссеры запустят на плазму изображение. Мы посмотрим, как это выглядит. За ваши деньги, 35-55 долларов, всего ничего, вашу плюшку отправят в спа-тур на экскурсию или же в тур-загадку, в котором место путешествия заранее неизвестно. Фотоотчеты присылают хозяину игрушки по мере передвижения любимца. Вот так. То есть, если сами не можете, отправляйте медведя, он вам потом все расскажет. Будет интересно. Тема нашей сегодняшней программы – путешествия. Что мы в них ищем, чего мы от них ждем. А главное, как сегодня можно интересно, недорого и весело путешествовать. Об этом поговорим вместе с нашими гостями-экспертами. А у нас для вас первый сюжет. Как всегда, реальная история. Давайте ее и посмотрим. История о том, как парень из Нижнего Новгорода Андрей Соколов проехал по Беларуси на велосипеде, так и осталась бы страницей из личного архива, если бы не снятая молодым человеком на GoPro путевое видео. Благодаря ему вся Беларусь узнала, что путешествие по знакомой стране может быть таким и ярким, и неожиданным. Он стартовал на границе между Россией и Беларусью из города Звынка, потом въехал в Ломель, потом был в Бобруйск и в Грона Ужин. То есть приборщик городской проект. Просто интересно посмотреть, прокатиться, смотришь, не смотришь так. И ведь смог Беларусь туда и обратно, на двухколесном и без ЧП, что в таком путешествии немаловажно. Очень культурные водители были, все гоняли по встречной полосе, и половину зимы даже включали в вороги при обгоне. А у вас, у меня даже штрафформальный был, и в отцеле ничего. За что? Формулерка была не спешился на пешеходном переходе. Поездка у Андрея выдалась по меркам отдыхающих по схеме all-inclusive, экстремальной. Удобств не так много, зато удовольствия масса. В Беларуси около 10 тысяч озер, чуть больше 10 тысяч озер. А за мое путешествие 765 километров я только 4 увидел. Ну, была проблема вот маршрута с водоемом, где искупаться, где постираться, где помыться. За два года велопутешествий по Беларуси и России Андрей накрутил 5000 километров. Сейчас парень вместе с друзьями на Кавказе. Интернет ждет новых видеоотчетов. Ведь путешествие – это не всегда полет на море с тем, чтобы потюлемить у бассейна. Но еще и вызов брошен и себе. А вы бы решились? По всему видим, что Алексей – парень бодрый, розовощекий. Думаю, велопрогулки идут ему на пользу. В зале много девушек. Девушки, вы бы решились, вот я хочу спросить у вас при лестнице, на велике с GoPro мыться в реке в лучшем случае раз в два дня. Ну, вообще, меня зовут Виктория. Как это ни странно, я на велосипеде ни разу не каталась. На двухколесном, по крайней мере. Не странно. Когда я была маленькая в детстве, я на трехколесном каталась только. Поэтому больше мне не приходилось садиться на велосипед. Ну, а сама перспектива – отправиться по Беларуси в таких стесненных условиях довольно. Отправиться было бы интересно достаточно, но, я думаю, все-таки комфорт больше убираю. Отлично. А у нас в гостях Алексей Шумигай. Алексей путешествует автостопом. Алексей, расскажите. Главным фактором, почему я так путешествую, это свобода. Вот и все. Когда ты выходишь на дорогу, когда ты стоишь сзади, дорога, спереди дорога, по бокам лес, сверху небо, это непередаваемые ощущения. Я считаю, каждый должен это попробовать. В своей жизни и ощутить, что такое настоящая свобода вот этого движения. Леша, покажите, как правильно надо голосовать. Как в кино, когда девушка делает вот так вот, и обязательно в чулках, там, в юбочке. Как мальчики голосуют? Ну, в большинстве своем, конечно, автостопщики пользуются вот таким жестом. Однако реагируют они абсолютно на все. Можно им помахать, можно помахать ручкой. У более матерых автостопщиков всегда есть табличка с надписью города или просто фломастер. И табличку можно соорудить, в принципе, в полевых условиях. А так, если хотите, можете плясать, можете показать рожки водителю, можете просто стоять, не знаю, с таким очень милым видом. Вас кто-нибудь обязательно подберет, с большой вероятностью. Подберет. Слушайте, как здорово. Ну, мне всегда казалось, что автостоп — это немножко страшно. А вдруг на тебя нападут, ограбят, и потом никто не подберет уже. Валерия у нас заедлый каучсерфер. Она пример того, что в гости можно не просто ездить и не только ездить, а еще и приглашать и принимать гостей. Так ли это? Много ли, часто ли к вам ездят? Ну, в год, может быть, как минимум человек семь у меня останавливается. Ну, это неплохо. Вот я знаю, что каучсерферы привозят подарки. Ну, я не очень оригинальна в этом плане. Вожу магнит, либо открытку, на которой в конце пишу свои пожелания человеку, тихонечко оставляю в каком-нибудь необычном месте. В необычном месте? Например, в микроволновке, куда человек точно заглянет. То есть он приходит домой, проводив меня на поезд или на автобус, открывает микроволновку, покушать хочется, и видит там приятные сюрпризы с Белоруссией. Спасибо, Валерия. Ребята, кто из вас ездил каучсерфингом куда-то в гости, имел опыт? Поделитесь, пожалуйста. Я путешествую достаточно много и использовала каучсерфинг в Париже и в Варшаве в этом году. В Варшаве была. У нас был совершенно милый дедушка. Он нам приготовил традиционные польские пироги. Это просто было замечательно. Он нам провел экскурсию по Варшаве, рассказал такие факты интересные, которые просто с другой экскурсией вы просто не сможете их найти. Что вам запомнилось? Вот вспоминайте дедушку пироги и его рассказ об этом. Самое то, что мне запомнилось, он нам рассказывал о период Второй мировой, когда могло не стать Гитлера. Мы проходили, гуляли по улице в Варшаве, и он сказал, что вот на этой самой улице планировали теракт, чтобы уничтожить Гитлера, но по каким-то причинам бомба не взорвалась. То есть вот это вот больше всего запомнилось. Ну, это мнение позитивное. Каучсерфинг — это хорошо и круто. Возможно, кто-то против, кто-то не согласен. Баба-яга против. Кто? Виктор Шишко — иллюзионист. А почему так? Вы же много путешествуете. Я все время провожу свое путешествие благодаря своей профессии, но я думаю, что те, у кого путешествия прошли в любом виде, автостопом или каким-то другим способом, неблагополучно, сегодня не находятся в студии по понятным причинам. Поэтому говорить о том, что это очень безопасно, здорово и классно, я бы не рекомендовал в связи с тем, что я работаю, скажем так, профессиональный обманщик, и поэтому, зная, что вашей доверчивостью могут воспользоваться тут же, даже после этого эфира, пригласить вас куда-нибудь, и больше вас родные никогда не увидят. Любое путешествие, оно уже подразумевает под собой какой-то риск, потому что ты выезжаешь из своей любимой страны, оказываешься абсолютно на новом окружении, и ты уже не можешь чувствовать себя 100% комфортно. Поэтому просто у каждого свой порог опасности. Да, спасибо. То есть, поэтому бояться всего, ну это глупо. Спасибо всем большое, Валерия, спасибо за интересное мнение, предложение, истории. А совсем скоро к нам присоединится человек, который любит путешествовать с дома. Увидимся через минуту. Чем дальше ты уезжаешь, тем лучше. Мы белорусы, нам ешь мгна рыться. Даже на Черном море уже не такая глупая вода. Это одно, это другое. С вами молодежное ток-шоу «Перезагрузка». Говорим мы сегодня о путешествиях, а нашего следующего героя Олега Дьячкова не увлекут и не манят дальние страны. Он с успехом водит экскурсии по родному городу и уж точно знает, что показать туристам в Беларуси. Встречаем Олега Дьячкова. Олег, самое интересное, чем вас привабливает Беларусь? Что вам интересное видеть? Что вы хотите? Что вы хотите? Что вы хотите? Как я сам профессиональный экскурсовод, историк, краезнавец, то у меня самого народжения это было все цикаво. Мы призвучались, что нужно, для того, как мне что-то цикаво побачить и почуть, нужно ехать некуда очень далеко. А бывает, что у нас люди ведут, где Гринландия, где Греция, какие там столицы, они ведут, что он назван на улице, где они прожили все житие. И когда рассказываешь про этого человека, про этот дом, про соседнюю улицу и про их соседа, то не удивляется, что столько цикавого. А на какой улице вы живете? Я живу на улице Турова. Турова. Виктор Туров, ведомый кинорежиссер. Вось. Везде надо обращать внимание просто на торцы домов, на большинстве домов, на многих домах. Есть в табличке написано «Историко-культурная каштовность». И учитывая, что сейчас у любого студента, у любого человека, в принципе, есть интернет в телефоне, можно просто идти, наслаждаться архитектурой, наслаждаться просто строениями и просто гуглить, извините меня, просто искать. Это очень интересно, на самом деле. Справатым, что Беларусь, як это ранее казали, краина контраста. Вось и про Беларусь то же самое можно сказать. Вось недавно мы ездили по городзенщине. Два дни. И наведали 14 мястычек. Это, конечно, вельми худко. Але мы, наприклад, в Ивье пабывали в мечети. И многие были у першыню в мечети, дальше в беларускай. И там старшыня гэтай татарской супольности в Ивье, имам. И он, вельми добра, расповедал нам на беларускай мой. Бо татары живут на Беларуси 700 гаду. Вось. И люди з'являются, что калісті, в тысі далекі середневечные часы, всім людям, любых поглядов, любых конфесій на Беларуси знаходзілася мецца. І иудзеям, і православным, і каталіком, і протестантам, і мусульманам. Так что у нас веще, щоб поглядзіць, і все гэтай вельми цікаво, калі в'єдунш. Што вас уразіла? Што вас уразіла? Вось вы праїхалі кудысті, і ого, гэта тут, гэта у Беларусі, а я не веду, було таке пашыцьо? Вось я езззю до меловых кар'єру. Беларускіе Мальдівы, да? Беларускіе Мальдівы, і оно єсь. Вось гэта, да, гэта з'являюш. Селфі робили? Не, я не роблю селфі. Себяшки не робить, я готов селфі. Не, не роблю. Але фото йось. Отдых куда-то за границей отдыхать, это очень дорого, и мы решили разбить такой палаточный лагерь буквально на два дня и съездить на эти меловые кар'єры. Действительно, очень здорово. Никогда не думала, что у нас в Беларусі, возможно, такая чистая вода, такая природа, і действительно, були очень удивлены. А подруга? Да, я впервые видела такую голубую воду, вот когда была на море, даже на Черном море уже не такая голубая вода. Сюда приехали, был солнечный день, мы рано, ну, приехали, из-за того, что кар'єры просто везде все высоко, мы на машине только остановились, прошли два шага, смотрим вниз, а там реально голубая вода. она просто как с картинки. Каждый преследует свои индивидуальные цели, и лично я для себя ставлю на первый план межкультурную какую-то коммуникацию, изучение чужой культуры, страны, в которой я никогда не была, которую я не знаю, которая от меня далека. Я не считаю, что можно полностью, сполна отдохнуть и оторваться от каждодневных своих забот, мыслей в стране, в которой ты живешь. И даже в ближнем зарубежье, я считаю, это сделать невозможно. И поэтому я приверженец того, что чем дальше ты уезжаешь, тем лучше, потому что когда ты возвращаешься, для тебя это уже становится чуть-чуть чужим, и березки уже не такие приевшиеся, и дома уже кажутся новыми, и ты приезжаешь обратно в свою страну, и тогда уже отдыхаешь второй раз. С правотым, что я как бы в своей окраине не была, але я гадаю, что все это разима. И когда вы, как ты, съезжаешь, да, некуда это подшивать, и у тебя там пытаются, а вот за какой вы окраины? И когда говорят, что с Беларуси, я, как правило, не ведаю, где это Беларусь, и думать, это где-то Россия, и вогле это СССР. А когда начинаешь называть имены, я провозил экскурсию по Могилеву доктору филологичного вук из Болгарии, и он не ведает ни водного белорусского письменника. А я кажу, а вот ведает такого Василя Быкова? Он говорит, а это белорусский письменник? Я говорю, да, это белорусский письменник. С Казахстана они были, я говорю, Иван Шамякин, это белорусский письменник? Я говорю, да. То есть наших культурных дейдейчих ведать, о которых мы не думаем, что они некая каштумность. например, американцы приедут, и им кажут, а вот первый президент Хавайских островов с Могилевшиной скончил Могилевскую мужскую гимназию Судиловский русель, например, да, Миколай Судиловский русель. Так вот, я закликаю у Вас громадок, мы подкреслили за все, что мы белорусы, и нам есть, что мы нарыться. А когда мы с тебя будем поважать, то и нас будут поважать на всем свете. АПЛОДИСМЕНТЫ Виолике, дякую Олег за то, что пришли, долучилися до размога, а сейчас к нам присоединится человек, к которому для путешествий вообще не нужно покидать комнаты, не то, что города и страны. Встречаем нашего гостя, писателя Анатолия Мельникова. Микрофон держите. Анатолий, вы нам известны как человек, который путешествует внутри себя. Вы писатель, фантаст. Каково это вообще? Ну, вообще это очень здорово, с одной стороны, а с другой мучительно. Что вам дает такое путешествие, ну, внутреннее, наверное, да, и в своем разуме, в своей душе, в своей памяти, в воображении? Ну, я бы сказал, вот сегодня несколько раз задумывался над названием вашей передачи. Перезагрузка. Вот слушал, что ребята говорят о путешествиях, о поездках, и автостоп, и в другие страны. И, знаете, хотелось сказать, что, если бы они попробовали те путешествия, которые пробовал я, я имею в виду, байдарка, пеший туризм, горный альпинизм, спелеотуризм, то даже после небольшого такого путешествия любого из вас, друзья мои, я вас уверяю, ждет некая перезагрузка. Из всего этого я не пробовал альпинизм, я пробовал байдарки. Да, это великолепно, но я считаю, как вы сказали, вот сейчас автостоп, это просто другое, это немножко другое. Это одно, это другое. Здесь смешивать нельзя. И перезагрузка у нас случается уже в тот момент, когда мы просто покидаем свою зону комфорта. Выходим, будь то на отдых с байдарками, будь то на дорогу, будь то просто в другую страну каким-то необычным способом, вместо самолета на поезде, поедем, вместе все время летали до этого. Анатолий, сейчас продолжаю собирать группу будущих колонизаторов Марса. Вы бы полетели, билет в один конец, как его рекламируют? Запросто. Ну, я бы точно отказалась, потому что маму жалко оставлять. Это раз. Во-вторых, чтобы лететь с билетом только в один конец, нужно четко знать, что здесь, на этой земле, ты уже чего-то добился и что-то сделал. И ты можешь идти дальше, и путешествовать уже внутри себя, уже вне нашей планеты и так далее. А если ты чувствуешь, что здесь еще очень много дел и есть куда стремиться, то лучше оставаться там, где ты сейчас есть. Ну вот мы сегодня говорим о том, что мы ездим, путешествуем куда-то, а лето прошло. Кто-то, может быть, делом каким-то занимался? Ну да, у меня было почти так. Да, я, то есть, два месяца, один месяц я готовилась к поступлению, а два месяца я просто работала. Я баулила, упаковывала продукцию. Чего? Баулила? Да, есть такие... Клаберы, баульщики, это что-то... Да, 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 есть такие. В общем, просто упаковываешь продукцию из, допустим, пяти пакетов и заворачиваешь их в баул. Баулить, хорошее слово. Да, баулить. Был бы дань, он бы себе залайкал это слово. Вот, ну, в принципе... Мы потому что уже находимся в довольно таком взрослом возрасте, чтобы уже хоть как-то, но и обеспечивать себя, чтобы хоть не напрягать своих родителей. Если мы хотим, ну, планшет или телефон, это довольно просто, просто устроиться на работу. Слушайте, как здорово. И не жалеете, что летом работали? Нет, не жалею. Я хочу сказать, что прекрасно можно совмещать и работу, и отдых. Я вообще очень много занимаюсь активно волонтерством. Я была волонтером на Паралимпийских играх в Сочи. Это было просто замечательнейшее время. Это настолько богатейший опыт. Я была волонтером, но я не знаю, где еще можно получить настолько вот неописуемые эмоции. Вот та атмосфера, которая создавалась с самими ребятами, она все просто решала на самом деле. Не приходилось чайников снимать со скал? Деньги и прочие-прочие ценности и драгоценности. Я ни о чем другом не думала. Подуйте. Отлично. С вами Перезагрузка. И говорим мы сегодня о путешествиях. Наш гость Анатолий Мельников, писатель, написал книгу об альпинистах. Все мы знаем, что раньше для того, чтобы стать альпинистом, нужно было пройти подготовку. Все это было тяжело, сложно, волнительно. А сейчас, в принципе, наверное, достаточно списаться в ВКонтакте, сказать, ну что, идем и пойти. А вот недавно проходила информация о гибели белорусских альпинистов. Как ваше сердце альпинистское восприняло? Вот вы сказали о гибели ребят на Камчатке. Обязательная была подготовка, и маршрутоквалиционная комиссия никогда бы не выпустила людей, неподготовленных на какую-то сложную вершину или в какой-то сложный поход. Если у тебя нету похода первой или второй категории сложности в горы или пешеходного, в третий, в четвертый тебя просто не имеют права пустить. И никто бы не подписал такого. А сегодня вы списались в интернете. Я хочу туда-то, я хочу туда-то. Мне приходилось чайников снимать со скал, которые снизу кажутся обычными. А когда в них наверх забираешься, все, только шок и страх. И уже вниз невозможно спускаться человеку без специальных приспособлений, без веревок. Все мы знаем, что бесконечно в путешествиях, в поездках телефоны потеряли, украли, фотоаппарат был, не стало, деньги и прочие-прочие ценности и драгоценности. Виктор, выход из запечки. Вы нам расскажете, а главное покажете, каким образом у нас бесконечно вытягивают телефоны, бумажники. И как почувствовать, что происходит что-то неладное? Как себя обезопасить? Хорошо. Давайте мы начнем с того, что я для начала что-нибудь вам покажу, а после мы побеседуем. Я расскажу, как, во всяком случае, можно попытаться себя обезопасить. Забегая вперед, сразу хочу сказать, совладать с мошенником или как-то себя обезопасить на самом деле невозможно. Но можно хорошенько усложнить этому мошеннику его задачу. Давайте мы пригласим кого-нибудь желающего. Девушка хотела, пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Я попрошу вас сейчас одолжить какое-нибудь ценное украшение у наших гостей. Повернитесь к залу. Будьте добры, колечко золотое, желательно с бриллиантом. Одолжите, девушки. Прекрасно. Я теперь хочу обратить ваше внимание, что вы взяли колечко, и вы теперь за него и отвечаете. Вы разжимаете левую ладонь, зажимаете колечко покрепче. Теперь вы чувствуете его? Подуйте. И колечко исчезает. Теперь плавно разжимаете руку и показываете всем. Аккуратненько. Вот видите, такая взрослая девушка, а такая доверчивая. Ну, конечно, нет. Кольцо никуда не исчезло. Седа, теперь мне понадобится ваша помощь. Конечно, я для этого здесь и нахожусь. Чтобы вы не переживали, что с колечком что-то случится. Я взял ключи от моей квартиры. Это маленький залог вашего спокойствия. Это самое дорогое, что у меня есть. Но прежде, чем я их отдам, вам мы их застегнем. И аккуратненько проверьте карман в брюках, чтобы там не было никаких секретов. Не поможешь, подрогай. Нет, меня не надо карман. Владимира, ну... Это программа, выходит, надеюсь, после полуночи? Нет, до. Хорошо. Все у вас нормально. Ну, это даже если не войдет в эфир, во всяком случае, все будут знать, что у нас все честно. Приспособлений никаких нет. Теперь мы вот сюда. Могли бы помочь мне. Да. Вот сюда опускаем ключи. Можно отпустить. Они здесь хорошо держатся. Покажите кольцо. Внимание! Вот теперь я двумя пальчиками беру ваше колечко и одеваю себе на палец. Держите, пожалуйста. Вам хорошо видно кольцо? Да. Можете проверить, что я его не подменил. Теперь я покажу самое главное. Очень медленно. Смотрите внимательно за моими руками. Я буду показывать все очень медленно. Снимаем колечко. Подуйте. Отлично. Большое спасибо. Куда? Вы можете вернуть мне луку. Я обещал вернуть что? Ключи. Ключи. Правильно. Кольцо я вернуть не обещал. Лупа, отвлекающий маневр. Поэтому я вам возвращаю ключи, которых у меня много приготовлено. Я прошу обратить ваше внимание. Мои руки были постоянно на виду, поэтому ловким движением руки... Владимир, а что там? Там колечко. Быть не может. Подождите. Дело в том, что я сейчас достаю ключи, расстегиваю и продемонстрирую вам, что там крепко-накрепко пристегнуто ваше колечко. Я его попытаюсь снять. Вас я попрошу еще раз проверить колечко, что с ним все в порядке. Владимир, смотри внимательно. И вернуть нашей гости. Дорогие друзья, я вам показал очень простой детский фокус. И на самом деле я просто хотел убедить вас в том, что даже если вы думаете, что вас невозможно обмануть, тут же что-нибудь необычное во всяком случае и нехорошее может произойти. Чаще всего выбирают самую невнимательную и самую, в общем-то, доверчивую жертву. Я вам расскажу первое. Наверное, для того, чтобы не попасться на удочку мошенника, не следует его провоцировать. Каким образом? Доставать деньги, пересчитывать. Если вас кто-то просит разменять деньги, это, опять же, может быть один из самых популярных способов мошенничества. Неважно, меняете вы на валюту или просто вас просят разбить какую-то сумму. Если даже у вас при всем этом процессе не обманут, во всяком случае, преступник уже будет знать, где вы прячете вашу наличность. Виктор, спасибо. Пока присаживайтесь. Возвращайтесь на место. Вопрос. У меня вопрос. У нас здесь много разговоров было о том, что в основном спутник человека в путешествии в долгом – это не сумочка дамская, это рюкзак. Это большой рюкзак, который всегда за спиной, редко мы его видим, достаточно, мы его только чувствуем. Как обезопасить можно рюкзак? Очень простый рюкзак в случае, если вы заходите в транспорт или вы находитесь в публичном месте. Лучший способ обезопасить ваш рюкзак – это держать его перед собой. Не выпуская из рюка, контролируя, нет, не пристегнув, просто держа в руках, вы сможете хотя бы… Ну и еще лучше из рюкзака убрать какие-то карманы дальние, естественно, которые вы можете контролировать, ваши ценные и особо ценные вещи. Еще хотелось бы отметить, что очень часто мошенники пользуются, как я уже сказал, отвлекающими маневрами. Поэтому любой толчок, человек, который случайно просит вас уступить ему место и проталкивается как-то в толпе мимо вас, или же это разлитый чай случайно на вас или на соседа, это уже повод задуматься, все ли у вас на месте и в порядке. Именно в эти мгновения обычно совершаются какие-то правонарушения у мошенников. Ой, про какие-то страшные, ужасные вещи мы говорим. Давайте о прекрасном. У респондентов на улице мы решили спросить, что самое прекрасное вы видели в своей жизни. Давайте посмотрим наш опрос. Скажите, пожалуйста, что самое красивое вы видели в своей жизни? Маленького ребенка. Это, я считаю, самое красивое и самое прекрасное, что может быть. Самое красивое девушке в Беларуси. Это самое красивое. Это корабль. На этом корабле шикарный такой бассейн, который вот как бы обрывается, и из этого бассейна открывается вид на весь город. Ну, красиво это в Ленинградской области Северной Сианой видеть. Это очень красиво. Радугу видели красивую. А где видели? А где видели? Вот здесь над зданием видели. Ну, наверное, природа белорусская. Мнение людей на улице мы услышали. А что прекрасного вы видели в своей жизни? У кого-то это дети, у кого-то города, страны, вещи. У вас это что? Ну, самое невероятное, ну, одно из самых, скорее. Это поскольку я занимаюсь дайвингом со всей семьей. Как-то раз это было очень такое скучное погружение. Я плыла по какому-то просто песчаному дну, ни одной рыбки. И тут я плыла с инструктором, и она мне показывает в синеву. Ну, и оттуда выплываю, точнее, просто в парке, в как-то таким режиме, как бабочка. Плывет огромный скат. Я подплыла к нему и просто отключилась. Потому что я плыла вместе с этим скатом. Я ни о чем другом не думала. И я до сих пор вспоминаю. То есть я когда сложусь спать, я закрываю глаза, я вижу, как она плывет. И настолько впечатлило, что вот у меня даже на руке она теперь... Это татуировка? Да. Класс. Каса ската? Да, здесь вот скат. Ой, снимите, пожалуйста. Как раз вот этот вот. А у меня вопрос к нашей гости. Дама, незнакомка, в синем платье, Виктория Шик, певица. Что самого прекрасного? Самого прекрасного. Что прекрасного вы видели в жизни? Да всё прекрасное. Всё в жизни нужно воспринимать как прекрасное. А ещё будет ещё больше прекрасного в моей жизни. Ну какое его ничего. Невозможно сказать, что-то одно и выделить. Ну о великой красоте я хотел сказать. Наверное, многие смотрели фильм «Достучаться до небес». И каждый может передать те впечатления, те эмоции, когда впервые в своей жизни увидел, например, море. Потому что когда я впервые увидел море, для меня это казалось, боже, как же это красиво, как это может быть на самом деле. Или не так, как на картинках. Великая красота – это тот самый момент, который, надеюсь, наступит у меня и у нас всех, когда мы допутешествуем до того состояния, когда почувствуем единение с нашей землей. Вот очень красиво было сказано. Мы почувствуем себя частью её и в душе, в тот самый момент мы как раз поймём, что есть великая красота. Отлично. Спасибо. Анатолий, спасибо вам. Вас отпускаем. А совсем скоро мы познакомимся с человеком, который умеет путешествовать во времени. Путешествовать очень важно. Это не столько путешествие, сколько, наверное, детективное расследование. Когда раскопали и поняли, что это он. С вами Перезагрузка. Путешествие – тема нашей программы. И, как и обещали, знакомим вас с человеком, который путешествует во времени. Это Алексей Авласович, археолог. АПЛОДИСМЕНТЫ Присаживайтесь. Ваше путешествие во времени. Оно какое? Поделитесь. Ну, это путешествие вглубь веков, на несколько тысячелетий, как правило, либо на несколько веков. Вот такое наше путешествие. Мы. Вы знаете, это не столько путешествие, сколько, наверное, детективное расследование. Потому что для нас каждый памятник археологии – это как место преступления, пребывая на которое, мы должны рассказать, а что здесь было. Вот. И вооруженные лопатами, кисточками и шпателями мы докапываемся до истины. Что копали в последний раз? Последний раз мы проводили исследование в Славгородском районе и копали курганный могильник, где находилось погребение дружинников. Вот. Рядышком мы нашли уникальные находки, которые первые в Беларуси – это пограничные камни с княжеским знаком. Но сейчас проводим исследование по Кровской церкви. С княжеским знаком. И что в них особенного? Это уникальная находка. Дело в том, что, представьте себе, вот то, о чем написано в летописи – родимичи, кривичи, варяги, приплывшие за море. Для многих это просто сказка, легенда. И мало кто понимает о том, что это живые люди, которые тысячу лет назад ходили по этой земле, дышали этим воздухом. И это все на самом деле было. В 984 году князь Владимир со своей дружиной, передовой отряд под руководством воеводы Волчьего Хвоста, на реке Пищень разбивает родимичий, сборное войско этого племенного союза. Они покоряются, они теперь отныне данники. И как показать о том, что теперь ваша земля принадлежит киевскому князю, там устанавливается вот этот знак. То есть он буквально клеймил эту землю своим княжеским знаком трезубцем. Отныне она покорена, а вы платите дань киевскому князю Владимиру. И вы это нашли? И мы это нашли. Что вы почувствовали в этот момент, когда раскопали и поняли, что это он? Ну, я повторюсь, когда я это впервые увидел, я чуть было не сделал сальто назад от радости. А умеете? Нет. Ну, сделал бы. Потому что для меня, как молодого специалиста, настолько культовая находка, она, конечно, просто уникальная сама по себе и открывает очень большие перспективы данной местности для дальнейшего исследования. То, что написано в летописи, оно написано. Но многие-многие тысячи разных моментов, аспектов нашей истории, они за пределами этого источника. И только благодаря археологическим исследованиям мы до них докапываемся. Слушайте, как здорово. У меня вопрос к нашей прекрасной незнакомке в синем. Виктория Шек, певица. Передаю микрофон. А вы ведь тоже путешествуете, хоть и не во времени, но по территории нашей необъятной страны. Вы же певица, гастроли, всё такое. Что вы видите? Как это проходит, жизнь ваша? Мне кажется, что путешествовать очень важно. Вообще вот каждому человеку своей жизни. Ну вот вам что даёт путешествие? Ты приезжаешь с путешествия, и у тебя что-то меняется внутри. То есть ты приезжаешь с какими-то новыми впечатлениями, новыми знакомствами. Ты что-то переосмысливаешь. Лично вот для меня это, наверное, одна из главных целей в жизни. Вот мне очень хочется много увидеть. То есть вот как-то мне это очень интересно и нравится. Вас вдохновляет на написание песен то, что вы видите? Вдохновляет. Вот одна из причин, по которой у нас не получилось путешествовать в этом году, этим летом, это наша песня новая. Надо же! Да, первая. И так случилось, что премьера этой песни будет на нашей программе? Сегодня у вас, да. Это здорово, совсем-совсем скоро. Мы уже показали вам опрос, который мы проводили на улице. Мы также разместили интернет-голосование. Вот сейчас мы его увидим. Мы предложили выбрать ответ на вопрос. Если вы выиграете в лотерею 1000 долларов, куда вы эти деньги потратите? Были разные варианты ответов. Вот посмотрите, как проголосовали пользователи. Более 50% проголосовавших отдали свои голоса за путешествие. То есть сумму они потратили бы на путешествие. Немало людей проголосовали за ремонт в квартире, покупку айфона, плафона, планшетов и прочих вещей. Кто-то бы купил машину, шоппинг и прочее. Но все-таки путешествия больше-больше всего. Виктория, как мы и обещали, попросим вас исполнить премьеру вашей новой песни, которая не дала вам отправиться этим летом в путешествие. Пожалуйста, приглашаем вас. Помнишь, как вязали с тобой узелки любви? Просыпаться не надо, я теперь лишь в твоих снах. Если б можно было вернуть все назад. Я останусь ангелом во тьме. Когда мы говорим о путешествиях, то всегда мнения разделяются на две категории. Одни считают, что главное в путешествии – это пункт назначения, другие – что процесс. Так или иначе, в путешествиях мы открываем себя, открываем мир. Это самое главное. Спасибо за то, что были с нами. Это была перезагрузка. До скорой встречи в эфире. И согрею дыхание Твою душу замерзшую Я-яда, я-яда После съемок программы историк Олег Дьячков разработал новый исторический маршрут для коренных жителей белорусских городов и уже провел по нему первые экскурсии. Виктор Шишко готовится к новому иллюзионному шоу, в который войдет и номер с кольцом, презентованный на перезагрузке. А велосипедист из Нижнего Новгорода Андрей Соколов отправился в путешествие по Кавказу и уже опубликовал в сети первые путевые видео. Продолжение следует...